Начиная с июня прошлого года, площадь и численность жителей Ленинского района сократились. Сократились и собственные доходы бюджета, отметил в своем выступлении Сергей Кошман. Москва компенсирует нам, районам, на выравнивание социальной инфраструктуры 3 миллиарда. Но не сейчас, вот вам деньги, а в течение трех лет по одному миллиарду. Год прошел, еще ни копейки мы пока не получили. Ни для кого не секрет, что половина жителей Ленинского района работает в Москве. И налоги, на которые создаются условия для комфортного проживания людей, остаются в бюджете столицы. Мы вроде бы рядом, и у нас вот эта вот ситуация, когда наши учителя получают 30 тысяч, а московский вот через дорогу, перешел через дорогу, и 50. А что, у нас цены тут принципиально отличаются? То такие же. Давайте уплачивать налог по месту постоянной регистрации, где человек получает от государства что? Социальные меры социальной поддержки. Это справедливо? Да. Абсолютно справедливо. Несмотря на трудности, район не стал дотационным и сохранил все льготы и меры социальной поддержки населения. Однако проблемы остались. По причине низкой заработной платы очень остро ощущается нехватка медицинского персонала в учреждениях здравоохранения. Попасть на прием к врачу, особенно к узкому специалисту, большая проблема, говорили рабочие гипсобетона. В рамках программы модернизации здравоохранения, вот о чем говорил Сергей Николаевич, сейчас реализуется программа электронной записи, монтируется оборудование. Если нет специалистов, спасет ли электроника создавшееся положение вещей? Мы делаем сейчас шаги для того, чтобы привлечь к себе молодых специалистов. Выделяем жилье, резервируем жилье. Мы везде уже пишем рекламы, мы приглашаем к себе из других регионов. Дороги от Белокаменного и Каширского шоссе до завода уже много лет в плохом состоянии. И то, что они не могут быть отремонтированы, поскольку не муниципальные, для рабочих плохое утешение. По этой дороге уже писали, но при этом вот приедет губернатор, надо будет понятно сказать, что Андрей Юрьевич, но обратите внимание, сколько будет автодор мозги-то людям пудрить. Встреча с рабочими гипсобетона прошла в заинтересованном разговоре с обеих сторон. Мне ответили на все мои вопросы, которые я хотела узнать Сергею Николаевичу. Очень понравилось то, что он ездит под предприятием, рассказывает, как проходит, к чем живет район, чтобы мы все были в курсе. Встречи главы района с коллективами предприятий, как показала практика, востребованы. Они и будут продолжаться. Людмила Медведева и я, Дамя, Елена Кошлева, Видное ТВ. Продолжение следует...